Наша страна – первооткрыватель космического пространства, космос и всё, что с ним связано, а это множество направлений деятельности в центре внимания российской науки. Для технического прогресса необходимы молодые кадры. Их воспитание начинается со школьной скамьи. И занимаются этим такие энтузиасты, как педагог-мастер 2024 года Сергей Неделько. Воспитание будущих инженеров, которые крайне необходимы России, нужно начинать на базе дополнительного образования. В этом уверен педагог, заместитель директора по инновационной работе Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Сергей Неделько. При всей своей точности профессия инженера по-настоящему творческая. Ребята решают сложные задачи, и без активной помощи им не обойтись. Солидный багаж знаний, что Сергей Неделько получил, отлично закончив Московский авиационный институт, помогает ему обучать ребят, для которых физика – удивительная наука, полная открытий. Его учащиеся участвуют в финалах главных космических конкурсов, выступают успешно и побеждают. Сергей Неделько подготовил ребят-призеров, финалистов и победителей многочисленных международных и всероссийских фестивалей, конкурсов и олимпиад, связанных с научно-технической и космической тематикой. И поэтому звание «Педагога-мастера» стало для него заслуженной наградой. Я очень рад, что получил признание в районе, что работа была замечена. А самое главное, что у нас так много умных детей, которые стремятся еще дальше, выше. И мы в этом помогаем. Секрет в том, что человек должен любить свою работу, свою жизнь, свою деятельность и находить в этом счастье. Если так получается, тогда люди раскрываются. Это мы и делаем на нашем кружке. Чисто теоретическое образование необходимо, но его следует дополнять развитием навыков технического творчества, чтобы ребята воплощали свои идеи на практике. Этому умению нет цены. Очень важно, чтобы были такие кружки, как мой, которые учат создавать реальные вещи и доводить все эти знания до чего-то практического. Это самое важное. И это, наверное, то, что отличает моих детей от остальных. То есть я их учу здравому смыслу, что во всем должна быть какая-то польза, реальная польза. Создание космического класса позволило представить реальное комфортное место для развития школьников, которое интегрировано в Роскосмос. Ярким событием стало и открытие космопарка. Сергей Неделько считает, что все это стало возможным благодаря успехам его учеников на Олимпиадах и конкурсах всех уровней. Профессиональная ориентация старшеклассников, которые занимаются здесь, дает свои благодатные плоды. Выпускники уверенно поступают в престижные технические институты и университеты. За последние пять лет, насколько я помню, все ученики, которые прошли через наш кружок, они поступили в какие-то столичные технические вузы. Я, конечно, не скажу, что там все занялись космосом или авиацией, да, кто-то там общее строительство, кто-то архитектурное, там что-то такое. Но все хотят быть инженерами, и это, я считаю, очень здорово. Герой нашего репортажа, чей портрет недавно был помещен на районную доску почета, не намерен останавливаться на достигнутом. Он едет на международные соревнования по спутникостроению, приглашен туда в качестве наставника команды России. Впереди много планов, и у него все получится, потому что есть твердая уверенность, что это очень нужно родной стране. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».